При въезде на территорию воинской части номер 3042 Андрей Иванова встретил глава городского поселения Большие Веземы Сергей Хацыев и заместитель руководителя районной администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Михаил Каратаев. Объект 8 гектаров земли, 20 строений, но, к сожалению, не нашлось желающих приобрести этот участок, поэтому до сих пор объект не продан, находится в муниципальной собственности. По предположению местных жителей, именно отсюда исходит неприятный резкий запах гари. Причиной, как оказалось, стала нечистоплотность арендаторов, которые, съезжая с базы, оставляли мусор или просто его складировали. Сейчас на этом месте мусора нет, только навал грунта. Чтобы в дальнейшем избежать таких эпизодов, глава района дал поручение установить вместо сброса камеры видеонаблюдения, которые будут осуществлять трансляцию в режиме онлайн, чтобы у жителей была возможность контролировать заезд и выезд машин. Территория базы ограничена, есть забор, есть КПП, ну и, безусловно, еще будет дежурить ответственный человек, который также будет периодически проверять то, что происходит с машинами, которые заезжают на территорию. Думаю, что эту проблему мы локализовали, нейтрализовали, и в дальнейшем уже не допустим никаких там возгораний. Оставшийся на территории бывшей воинской части мусор будет отсортирован и вывезен на полигоны. Сейчас этот участок выставлен на продажу. Мы подыскиваем инвестора, который, возможно, в дальнейшем построит нормальные, полноценные, качественные складские помещения, которые будут уже использоваться по всем нормативам и со всеми требованиями. Андрей Иванов также посетил предприятие «Спектр», которое занимается сортировкой мусора. Все документы и разрешения у компании имеются. Здесь проводится как ручная, так и автоматизированная сортировка отходов. Здесь мы видим определенные скопления мусора из-за того, что база не работает почти неделю из-за различных проверяющих организаций, в том числе правоохранительных органов. Сегодня постараюсь провести совещание с правоохранительным блоком, разобраться, какие претензии и почему техника сейчас заблокирована и арестована. Если это все можно урегулировать, то мы в кратчайшие сроки дадим возможность отработать этот мусор, чтобы его здесь не скапливалось, и отвезти на те полигоны, с которыми подписаны контракты. Небольшой навал мусора, образовавшийся за последние недели, это связано с тем, что были закрыты полигоны Ядрова на прием хвостов, так называемых. Здесь этим вот образовался. Сейчас начали вывозить в Серпухов. Как выяснилось, компания «Спектр» также занимается переработкой резины и шин. Из них получают мелкую крошку, которая применяется в безопасном покрытии для детских игровых площадок. После посещения предприятия по сортировке мусора Андрей Иванов выразил обеспокоенность размещением компании вблизи социальных объектов, школы и двух детских садов. Я буду искать возможность предложить собственникам этого земельного участка и сортировке какие-то альтернативные земельные участки, расположенные дальше от наших социальных объектов. Возможно, мы договоримся о переносе этой сортировочной линии на другую территорию. В Больших Веземах выявилась еще одна точка, где незаконным образом складировали и сжигали мусор. Нарушения были зафиксированы на фото и видео. Собственникам данного участка уже проведены переговоры и поставлены жесткие условия. В региональный госадом технадзор и правоохранительным органам направлены письма с требованием пресечь данную деятельность и разобраться с арендатором, который допустил подобное на своей территории.